Югорчанам расскажут, как получить деньги на воплощение своих инициатив. На семинарах учат писать проектные заявки на президентские и губернаторские гранты. Онлайн и офлайн занятия проводят специалисты фонда гражданских инициатив. На курсах рассматривают типичные ошибки, учатся определять социальную значимость, актуальность проекта, правильно составлять бюджет. Особую пользу вебинары приносят авторам, чьи идеи направлены на развитие личностного роста и потенциала молодежи. Тренинги продлятся до окончания октября, информирует сайт правительства Югры. Сегодня блогерство – достаточно популярное направление интернет-общения среди молодежи. Ведь оно несет не только возможность для самовыражения и самосовершенствования, но и новые навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Это замечательно. Здесь, в этой школе, вы можете творить, креативить, выражать свои какие-то такие интересы, которые, ну, возможны для продвижения чего-то нового, чего-то взрывного, и это будет хорошо. Занятия в школе блогера будут проходить дважды в неделю. До Нового года пройдут теоретические основы, а после начнут практическую часть – создавать аккаунты и наполнять свой блог. При этом здесь планируют научить и тому, как ориентироваться в нескончаемом потоке информации. Наши кураторы постараются донести до ваших деток, что информация должна быть качественной, проверенной. То есть научат ваших детей вести себя в интернете, в информационном еще раз поле, правильно, корректно и достойно представлять с выгодной для него стороны. Сегодня обучаться блогерскому мастерству в основном готовы школьники. Из 40 заявленных участников большая часть – это подростки. Прекрасная идея. Я считаю, что такого должно быть больше, потому что сейчас это очень востребованная профессия. Идея хорошая, она мне понравилась. Я хочу развивать свои навыки, видеосъемки. Для участников будут проходить мастер-классы от специалистов в сфере средств массовой информации, бьюти-индустрии, копирайтинга, ораторского и актерского мастерства. На средства гранта губернатора, а это почти 800 тысяч рублей, авторы проекта закупили необходимую аппаратуру. Это планшеты с выходом в интернет, с фотокамерой, которые могут снимать также и видео. Также на них мы установим приложение для обработки фотографий и монтажа видеороликов. Уже в октябре участники будут поделены на группы и приступят к обучению, причем абсолютно бесплатно. Отметим, что школа блогера – это продолжение реализации проекта «Школа Медиафрендс», получившего грант президента России в прошлом году. Анна Абрамова, Артем Крюков, телеканал «Первый Советский». Место, которое раньше было просто лесом, стало комфортным для прогулок и отдыха. На территории появились детская игровая и спортивная площадки, скамейки, удобные пешеходные пути и подъезды, автомобильная стоянка на 45 мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, природная зона с ветровыми скульптурами, парковыми качелями и кормушками для птиц и белок. Выполнено освещение и видеонаблюдение. До сих пор у жителей микрорайона Финский не было пространства, где можно культурно провести время. Новый сквер позже стал общественным центром притяжения, местом общения и развлечения не только жителей соседних домов, но и всех няганцев. Вы знаете, душа радуется тому, что в городе есть где погулять. Тем более мы бабушки, нам бы с внуками куда-то. А это же так прекрасно, я не знаю, да, Аня? Это же здорово, слушайте, что у нас город растет, что у нас есть... Я помню, когда у меня внучки только росли, да, маленькие были, нам некуда было выйти. Грязь, вода, слякоть, это ужас какой-то был. А сейчас, ну что, душа радуется. Все на пять с плюсом. Конечно, нравится. В этом районе, в принципе, он как бы первый, потому что очень неудобно. Вот мы в Финском живем, пойти, в принципе, в дворовые площадки, такие интересные детям. А тут нравится, вот не могу вытащить, аж на концерт не подошел. Строительство нового сквера стало возможным благодаря няганцам, которые поддержали проект на рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. Нягань никогда регион не подводила, и я считаю, что последние годы мы делаем достойные объекты, которые радуют и горожан, и гостей, которые приезжают в Нягань, потому что в Нягань появляются новые визитные такие карточки. Ну, а мне лично приятно, что появляются действительно общественные территории, которые позволяют сформировать новые сценарии жизни для няганца, потому что уже есть возможность на Финском выйти вечером и прогуляться с ребенком, или же мамочке выйти с коляской. Открытие новых благоустроенных красивых скверов и парков в Нягань стало уже доброй традицией. Они улучшают не только внешний облик нашего города, но и повышают качество жизни каждого жителя. Анжела Менченкова, Александр Кузнецов, Няганский телеканал, специально для телеканала Югра. Сказочный бор преображают в Игриме Березовского района. В парке завершен первый этап благоустройства и озеленения. Работы велись с конца мая. Сначала специалисты вылечили зеленый массив, убрали с территории больные и зараженные деревья. Потом сделали дорожки. На втором этапе благоустройства в парке займутся площадками и малыми архитектурными формами. Завершить все работы планируют в сентябре следующего года. Перчатки и мешки для мусора – самые главные инструменты активистов, которые решили навести порядок возле беговых дорожек и в лесном массиве. Воспитанники детского сада «Брусничка» наравне со взрослыми вышли на уборку любимого парка. Целая группа дошколят под руководством воспитателей отправилась на поиски отходов, которым не место в лесу. Все, что отправляется в мусорный мешок, далее увезут на утилизацию. Я сегодня пришел, конечно, мусор убирать, но досочку нашел. Расскажи, ты знаешь, для чего нужно мусор убирать, для чего субботники проводятся? Я знаю, зачем мусор надо убирать. Зачем? Чтобы природу не загрязнеть. Я сегодня пришла сюда, чтобы собрать в лесу мусор. Мы пришли собирать мусор, нам дали перчатки, пакет для мусора, и мы пошли его собирать. Ты много насобирала, что находила? Стеклянную бутылку, фантики, еще осколок от бетона, и все. Будешь еще в субботниках участвовать, и почему? Буду, потому что мне очень сильно нравится всем помогать. Большой компанией на субботник пришли и студенты, которые входят в состав молодой гвардии. Ребята довольно быстро наполнили мусорные пакеты пустыми бутылками, пластиком и другим брошенным здесь мусором. Активисты уже не впервые прибирают эту территорию, но каждый раз работа для любителей чистоты находится вновь. Когда сказали, что будет субботник, мы откликнулись с ребятами и пришли помочь, пособирать мусор. Сейчас вот ребята, я не знаю, пакетов шесть набрали, не скажу, что полных, но пакетов шесть мусора набрали. Если мы хотим, чтобы наш парк был самым любимым местом, он должен быть самым чистым еще этим местом. Поэтому сегодня мы здесь, помогаем городу. Всего за час участники акции собрали 17 пакетов с мусором, которые отправятся на утилизацию. Югорчан призывают присоединиться к общественникам и выйти на уборку, а также соблюдать чистоту на городских улицах. Тедина Шакирова, Александр Спорыш, Югорск ТВ. 12 приютов для безнадзорных животных планируется создать в Югре в будущем году. Это более 2300 мест для четвероногих. Кроме того, в регионе намерены организовать три десятка площадок для выгула и дрессировки собак и установить более 250 док-боксов. Таковы цифры из декларации в области обращения с животными, которую опубликовала окружная ветеринарная служба. Стратегическая цель – реализация соответствующей концепции. Это ориентиры культурного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим, соблюдение принципов гуманности и обеспечения безопасности. Среди задач концепции – развитие нормативно-правовой базы, учет и регулирование численности животных, создание инфраструктуры для четвероногих. В 2023 планируется продолжить чипирование домашних питомцев, их регистрацию в соответствующей информационной системе. Согласно концепции, каждое животное должно иметь хозяина, будь то физлицо или организация, либо муниципалитет. Только у индивидуального предпринимателя Шамрона грядущую зиму заготовлено 800 кубометров песка и 80 кубов пескосоли. И это не считая заводского галита. Обновлен парк техники, расширен штат водителей. Благодаря чему теперь на подотчетной территории предприятие сможет выполнять гораздо больший объем работ. Этот год у нас будет вывезено очень много снега непосредственно с поселка западного. Отрабатываются будут заявки жителей. Там куча, которая непосредственно. Раньше мы их складировали, да сейчас будем выбирать вот эти все навалы снега. Учитывая обильный снег по прошлому году, очень выпало много. И в этот год не подкачаем. В Нягоне в сфере содержания дорог по-прежнему работают две подрядные организации – ИП «Шамро» и «Ремавтодор-Нягонь». В зоне ответственности первого подрядчика – микрорайоны «Восточный», «Западный» и поселок «Геология». У второго – микрорайоны «Центральный», «Южный», «Приурал» и «Промзона». В ходе проверки в первую очередь обращалось внимание на наличие техники, ее работоспособность, а также на объем противогололюдных материалов. Арсенал на текущий осенне-зимний период составил 55 единиц техники, 250 тонн соли и 2000 тонн песка. За летний период организациями приобретена дополнительная техника – это по ИП «Шамро» два погрузчика и два самосвала, по «Ремавтодору» два МТЗ. Общая готовность оценивается на хорошо. Работа по подготовке дорожного полотна к зимнему периоду, очистке его от снега и нанесению противогололюдных материалов – одна из самых объемных. Главной задачей здесь по-прежнему остается своевременность и оперативность. Поэтому команды предприятий намерены, как и прежде, тщательно следить за погодой, чтобы начинать снегоуборочные работы, не дожидаясь указаний из управления городского хозяйства и основной объем осадков расчищать преимущественно ночью, чтобы днем не мешать транспортному потоку. Анжела Менченкова, Александр Кузнецов, Нягонский телеканал, специально для телеканала «Югра». В этом филиале предприятия «Газпром Трансгаз Югорск» трудится порядка 500 газовиков. Для надежной безаварийной работы в зимний период в Верхнеказымском ЛПУ ежегодно проводится работа по подготовке, наладке и испытаниям основного вспомогательного оборудования. Была произведена замена стоек управления, замена кабельной продукции, замена импульсных проводок. Этим капитальным ремонтом мы повысили надежность системы автоматики, чтобы уменьшить отказы в зимний период и обеспечить надежность. Один такой агрегат в сутки перекачивает 33 миллиона кубометров газа. Чтобы обеспечить бесперебойный транспорт голубого топлива, система автоматического управления должна работать исправно. Продолжая осмотр территории предприятия, заходим в 4-й цех службы энерговодоснабжения. Мы готовим сети теплоснабжения, энергетическое оборудование, в том числе проводим наладку, ремонт электрооборудования, ну и соответственно энергетическое оборудование тепловых узлов, трубопроводов, теплоизоляцию производим трубопроводов. Одно из помещений этого компрессорного цеха отведено под аккумуляторные батареи. Здесь их больше ста. В преддверии осенне-зимнего периода было проведено их техобслуживание. Это нужно для того, чтобы они выдерживали нагрузки в случае отключения внешнего электроснабжения. Благодаря таким аккумуляторам процесс транспорта газа не остановится даже при внештатной ситуации. Они как страховка для трансформаторной подстанции. Мы с вами находимся в комплектной трансформаторной подстанции. Это система жизнеобеспечения этого цеха. То есть, собственно, благодаря ей работают все насосы, все приводные электродвигатели. То есть отсюда электроэнергия распределяется по всему компрессорному цеху. Самая многочисленная служба линейно-производственного управления – это газокомпрессорная служба. Здесь тоже кипит работа. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду у нас в службе было произведено два капитальных ремонта, включающих шлейфов. На площадке 9-го и 10-го цеха произведены работы по ремонту внутритрубной диагностики и дальнейшему ремонту этих деталей. Также были заменены два котла-утилизатора, которые поставляют тепло в квартиры жителей поселка Вершникозымский. Свою работу проводили и работники линейно-эксплуатационной службы. Они обслуживают запорную арматуру, занимаются ремонтом линейной части магистральных газопроводов. На предприятии всегда своевременно производятся капитальные ремонты, модернизация техники, плановая ее замена. Поэтому к предстоящим холодам и пиковым нагрузкам для оборудования Верхникозымские газовики готовы. Александр Прискач, Дмитрий Слепенков из Белоярского, специально для телекомпании «Югра». Более 1400 покачевцев прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. Ее проводят с лета прошлого года. Со сложнениями после вируса столкнулась незначительная часть пациентов, а именно 50 человек. У одних диагностировали расположенность к образованию тромбов. У других нарушение работы сердечно-сосудистой системы и легких. Как поясняют эксперты, минимизировать риски после коронавируса помогает прививка. На сегодня в больнице есть вакцины для взрослых и подростков, сообщается на сайте администрации Покачей. Рада Бондарева болеет сахарным диабетом с трехлетнего возраста и нуждается в постоянном наблюдении врача-эндокринолога. Длительное время этого специалиста в советской районной больнице не было, и родителям приходилось возить дочь в другие города. Теперь рада будет наблюдаться в своей поликлинике. Конечно, когда есть рядом врач, который можно обратиться с разными вопросами, с разной ситуацией, то есть подкорректировать какие-то сахара, подобрать инсулин, то когда находятся рядом, это очень удобно. Потому что такие вопросы просто на расстоянии тяжело решать. Ну и никакой там, скажем, дистанционной или онлайн-формы общения не заменит именно живое общение с врачом. Когда он может посмотреть, потрогать, замерить вживую, пообщаться, это самое лучшее. Детский эндокринолог Светлана Шевченко в советский район приехала из Омска. Узнала о знакомых, о вакансии и решила сменить место жительства. Первое общение, да, в принципе, все прошло хорошо. То есть не скажу, что чем-то люди отличаются, допустим, от людей, вернее, пациентов, которые были у меня в Омске. То есть отличий не увидела, доброжелательные, также заинтересованы в своих детях. Сейчас мы просто как бы собираем, так скажем, документацию, чтобы это все было в одном месте, да, и стабильно будем детей наблюдать. Несомненно, что для пациентов лучше, когда необходимый врач есть в своей поликлинике. Под наблюдением эндокринологов в советской районной больнице сейчас находится примерно 100 маленьких пациентов, из которых 16 на особом учете. Также ряды узких специалистов в детской поликлинике впервые пополнил врач-аллерголог-иммунолог. Оксана Викторовна Сильванович, она у нас будет прием вести не постоянно, два раза в месяц, и мы будем отбор производить здесь более тщательно. У нас таких деток, которые нуждаются в наблюдении врачом-аллергологом-иммунологом, чуть меньше, их около 70 человек. Поэтому основным лечащим доктором этих деток все-таки останется врач-педиатр участковый, а Оксана Викторовна будет являться консультантом и корректировать лечение, дополнительное обследование назначать и рекомендовать уже дальнейшую тактику. Записаться на прием к детскому эндокринологу можно через колл-центр больницы и портал Госуслуг, а получить консультацию аллерголога только через участкового педиатра с прохождением предварительных осмотров и анализов. Анна Абрамова, Владимир Щекалев, Телеканал Первый Советский. К направляющему! Зам! Кнись! Строевую подготовку на плацу показывают юноармейцы первой школы. Ее командир Ксения Тороп уверенно и четко отдает приказ отделению. Руководить командой и участвовать в военно-спортивной игре семиклассница мечтала о посвящении в юноармейцы. Я упорно готовилась, я очень хотела участвовать и собирала команду. Мы разбирали автомат Калашникова, проводили строевый смотр, учили топографические знаки, медицину. Городской этап юноармии, правда, требует особой подготовки. В этом году насыщенная программа игры включала семь состязаний, как спортивных, так и интеллектуальных. Будет потяжелее, потому что мы находимся на улице и расстояние больше, площади больше, и поэтому препятствий больше будет. После строевой команды спешат на следующий рубеж. К этапу приступают патриоты. В составе команды две девочки. Неполная сборка-разборка автомата Натальи Табуниной не обходится без штрафов. Но уверенное набивание магазина патронами проходит на отлично. Много мужчин, мальчиков, потому что они занимаются дольше, и это мальчики, им гораздо легче, наверное. А нам, девочкам, немножко сложнее. Юноармия почти как игра в зорниц, очень похожа на военные учения. Учат стойкости и военным навыкам, а еще помогают сплотить учебный коллектив. Кроме того, по словам наставников, для представителей патриотического движения соревнования – стимул к развитию. Юноармия приучает ребенка уже с детства к чувству патриотизма, к долгу. У нас проводятся еще дополнительные занятия в школе, основу военной службы, где мы уже непосредственно занимаемся и топографией, и занимаемся и травой подготовкой, уставы у нас мы изучаем, и медицину. То есть все те необходимые навыки, знания, которые пригодятся в дальнейшем жизни. По итогам игры третье место у команды «Вымпел» шестой школы. На втором месте «Патриоты» из комплекса «Средняя школа-детский сад». Лидерами стала команда пятой школы. «Дельта-5» будет представлять Пытьях на окружном слете юноармейских отрядов. Полина Сергеева, Данила Лебаев, телекомпания «Пытьях.Информ». Антонина Исаева – носитель традиционной культуры народа ханты. На фестивале родов «Живые традиции» она выступает и в роли организатора, и в роли участника. Говорит, только показывая на личном примере свою любовь к национальной культуре, можно заинтересовать подрастающие поколения. Мой дед Фёдор был шаманом, долгожителем. Ему давали прозвище «Большой старик» и «Загадочный старик». Любой желающий на фестивале может рассказать о своём фамильном роде. Их в Корликах всего восемь. У каждого своя особенная история, свои предки, которых в семье любят и почитают. Не забывать свои истоки, передавать потомкам биографию семьи, вот основная цель этого фестиваля. Мы в семье соблюдаем традиции, пекём хлеб, рыбу жарим на костре. У нас в лесу у дедушки есть избушка. Там были раньше у нас олени. Знакомство и приобщение подрастающего поколения к национальной культуре – одна из главных целей фестиваля родов. Здесь можно услышать и родную речь, и национальные песни. А также отведать блюда традиционной кухни. Например, подовушку – жареную на костре рыбу. Тут такой праздник, который очень интересно, с изюминкой открыл нам нашу местную культуру. Особенную, которую передают работники Дома культуры. Сохраняют и показывают для нас, чтобы мы ценили и дорожили своими традициями, своими знаниями, умениями. Очень понравились сценки, которые были показаны здесь, блюда с любовью, приготовленные для нас. Большое спасибо. Услышали, что играет музыка, стоит чум. Решили зайти посмотреть, что тут происходит. Праздник понравился. Детям было интересно, кто что играл. Перетягивание каната, получается стрельба из лука, рыбалка, тут играли дети. Угостили ягоды, рыбы жареные на палочке, компотом, ну и ухой. Чтобы мы, молодое поколение, наши дети, знали свои истоки, к чему идти, чтобы учить своих детей, чтобы они знали и корни свои. Специально для любителей активного образа жизни на фестивале организовали соревнования по национальным видам спорта. А также с помощью театрализованного представления познакомили с традициями всех гостей праздника. По древней традиции народов ханты в костер принято добавлять материал яркого цвета. По поверьям, это принесет людям счастье, семейное благополучие и крепкое здоровье. Рита Кадыргулова, Екатерина Елизарова, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Корлики. Специально для Югра-24. Специально для Югра-24. Специально для Югра-24.